Мы со Стасиком в Атеке купились. Посмотрите, какой лук огромный. Сейчас едем супную пасту убирать. Какую ты хочешь? Давай, моя любимая паста. Покажи моим зрителям. Вон моя любимая паста. Ну, хорошо. 2 евро. Евро 45. Всем добрый день. Всем хороших, жарких выходных. Хотя мы хотим, чтобы холодные выходные были. Но нас никто не спрашивает почему-то. Ой, ходили сегодня в Атеку скупились. Взяли такую прошурочку. Тут акции. У меня алкаши, мы не пьющие люди. А вот колбаска какая-то по акции. Лафина евро 49. А, вот эти помидоры мы сейчас сяливаем, покажем по акции. 99 центов. Потом в акции. Ну, вот большой ассортимент по акции. На этой неделе был. А вот отцов мы видели, кстати, за евро 39. Ну, дорого, маленькая на него скидка. Вот оно. Мы не всяли его. Евро 49. А так что, ну, маргарины, йогурты. Кстати, этот йогурт мне не нравится. Не знаю почему. Так. Ну, такого особо ничего нету. По акции интересного. Перец болгарский. Минус 99. А, 1 килограмм евро 99. Ну, там постоянно вот это, что фасованный перец, постоянно там гнилой. А макароны почем тоже гнилой. Так, что мы купили? Сразу показываем помидоры. Вот эти помидоры по акции. Тут 5 штук. Это сливка такая отходная. 1 евро 99 центов. 500 грамм. Полгода. Так, Стасик себе фрукты встал. Я фрукты лить не буду. Это он. Пока что. Фруктики. Три десятка яиц купили. Буду фаршированные делать. Майонез, кстати, купили, по-моему. Так, буду фаршировать яйца. Так, три десятка яиц. Яйца, кстати, хорошие по евро-дианной статей. Так, сейчас там все пока что. Ставьте к себе конфетки. Такие мармеладки взял. Тоже по скидке. Это в 1 евро, по-моему. Или сколько? Да, спечатай, кстати. Так, купили еще таких помидор. Покажу зрителям. Сколько тут? Ну, 2 пилот, кстати. Таких помидор по 3 евро. Ну да, мармеладные. Я не очень купила. Ой, а пахнет красиво. Да, ну, дай понюхать. А, приторно сладким пахнет. Я такие конфеты не люблю. Так. Купили 2 чеснока. Чеснок такой крупный, хороший, мощный такой чеснок. Пегалокки купили. 1 лук. Лук мы, кстати, вам сняли в магазине. Такой старовенный, это мы средний выбрали. Такой старовенный, что ушек. Помой, помой. Ну, лук я средний выбрала. Он еще такой здоровый. Ну да. 2 огурца для салата. Сейчас салат накрошим. Устроим пир на весь мир. Пир на весь мир. Куриного филе взяли. 5,99. Тут сколько грамм у нас? 600 грамм. 9,99 килограмм. Куриное филе. Ну, неплохое такое. У меня мама его ест. Для мамулика взяли. А нам взяли окорочок. Четверть куриное. Кило 100 тут. Сейчас скажу. На 4,90. 4,49 килограмм стоит. Мы такой окорочок любим. Ну, кстати, что заметила. Последнее время его что-то плохо обрабатывают. Много перьей остается на нем. Но обработка какая-то плохая. Так. Молодую картошку на шапку. Молоденькую такую. Целиком сейчас почище. Целиком обшарю. Так. Молодую картошку. 3 евро. Вот сколько тут содержать? Сколько там маленькая? Килограмм тут. Килограмм. Сколько там маленькая? Она для шапки молодая. Ее целиком. Она такая здоровая. Ну, там тоже есть такая молодая. Банку майонеза. Такой нормальный майонез. Евро 79, по-моему. Или 75, или 79. Банночку майонеза. Я буду салатом добавить яйца нападшировай с чесночком. Так. Пивко всяе. Те, на стадии центов. Кстати, нормальное пиво холст. Холст. Смак хороший. Ну да. Пивко всяе. Что там еще соседи кричат? Так, бутилку воды, Стасик вся, с вкусом. С вкусом. Хорошая, негазована. Негазована? Ну там химия. Я ему говорю, что там химия. А ну дай понюхать тут. Пейте, я ее не буду. Хоть понюхать. Так, бутилку воды, сколько тут литров? 5 литров без газа, евро 70 стоит, это для Стасика. Негазована. Потому что лето, вода летит просто. Вот и все, мы взяли. Так, на 41 евро. Кстати, на Филе за месяц воды. Сегодня стали бутылки с под воды. Какую мы всегда берем. На сколько? На 10, 25 бутылок стали, это ужас. В итоге на 31 евро у нас чек вышел. Минус бутылки на 42 евро мы отоварились. Минус бутылки. Да, на 31. 30, 89. Ну так, нормально скупились. На пару дней у нас продукты есть. Так что деньги летят как ветер. Ничего не купишь, денег нет. Сейчас мы к этому видео прикрепим на мешок кусочек видео. Так что всем хороших выходных. Позитивных выходных. А мы будем шариться. У нас сегодня 37 градусов. На улице дышать нечем. Завтра обещают дождь. Может это надо быть. Не знаю. Но жара ужасная. Ну, кстати, давай я попробую воду и оцени вкус. И никогда, кстати, такую не... Порошковая вода со вкусом это порошок добавляют. Это химия. Для здоровья это очень вредно. Ну, я не каждый день купляю. Ну, я такую воду не люблю. И обычные минералы, что-то нормальные. Так все, ничего больше не купили с такой торбой и ходили в магазин. Ну, это не крапчучка. Ну, это не крапчучка. Это торба на колесах. Тележка. Ой. Лифты, кстати, у нас наконец-то соработали. Лифты у нас соработали. Мы рады. А я радоваться нечему. Так. Ну что. Прикрепляю другое видео. Смотрите. Всем приветик. Сегодня снимаем вам мук-банк. Да, Стасика? Ой. Что у тебя на голове пальма? Как всегда надо постригать его? Постряться не хочет. Мне салат не надо проправлять твоим голосом. Так. Приготовила яички фаршированные. Или яйца. Вы сами там решайте. Сейчас тебе толком как шан-то рахнет. Пожарила курочку, картошечку поджарила, салатик съела, помидор, огурец, чесночок, майонезик. Ой. Такое вкусное. Пивко налила. Кью за ваши апшек. Я вам не пью сейчас учусь. Ну, за наших подписчиков. Ну, кью можно, думаю. За подписчиков. Летяное пиво прелесть. Это под хороший обед. Тоже надо переехать. Под хороший обед пивко хорошо. А так просто пиво глушить... Я считаю неправильно. Покажи, ребята, это. Тарелочку. Ну, да. Покажи. Яичко. Поставка среднего. Ну, как на составе. Угу. Вкуснятина. Салат такой хороший. С чесночком молоденьким. Хлебушек. Без хлеба есть не могу. Не устану повторять. Ну, что вкусно? Это моя посередине, да? Угу. А я тебе меньше чеснока положила. У Стасика подозрения на гастрит ему нельзя. Много острого. Ну, как я ему уже все. Я всеятное существо. Ну, да. Так люблю корочку от корочки. Салатик жирный ты сделала себе. Ну, что он жирный? Там просто майонез. Угу. Продегустируем яйца. Ммм. Ну, скажи, что-то цикавое. Сказка. Яичко-сказка. Просто песня. Ой, сколько они живут в Германии. Постоянно чему-то удивляюсь. А к чему ты удивляешься? То, как немцы живут. Ага. Ну, скажи-то, что-то хорошее людям. Сегодня тоже встретила знакомую немку. Ну, человек с гражданством. Больше 30 лет прошел в Германии. Ну, уже немка стала. Имеет семью тут. Работает, работу имеет. Говорит, на старости лет пойду бутылки собирать. Так, на пенсию выйду. Если вы не работаете на 5000 евро, не получаете чистые на руки, то пенсия будет копеечная. За аренду заплати. За коммуналку заплати. За проезд заплати. Ну, там если 200-100 евро на руках останется, это хорошо. Это в лучшем случае. Так, что кто считает, что в Украине низкий уровень жизни, то в Германии еще ниже. Я этот вывод сделала, прошу в Германии определенное время. Это не то, что я с потолка этот вывод сделала. Я прошла тут определенное время, пообщалась с немцами, с людьми, которые тут давно живут, которые работают тут. И пришла к такому выводу. А вот это все, что в Германии люди хорошо живут достойно, это все, ну, маленькая часть населения живет. Ну, хорошо. Ну, не хорошо, но достаток имеет. А в основном люди в ориентованных квартирах, без кондиционера живут. А ну, мне кажется, на социале жить намного лучше, чем работать тут. А ну, что так ты на старостеек не будешь ничего иметь, что так. У нас все-таки, кто работал, так будущее у них было обеспеченное у всех. Никто так не нуждался. А немцы нуждаются во всем. Ну, представляете, кто немцы к нам в Украину до войны приехали, они бы в шоке были, как мы живем. Люди, машины хорошие имеют, гароши имеют, квартиры, дома. Отставленные. С мебелью, с ремонтом хорошим. Да. А то ты ни дом не имеешь, ни гаража. Ничего. Имец ничего не имеет. Ты машину купишь в кредит, и она уже развалится, а ты еще кредит будешь платить. Да. Так что, если кто-то мне там пишет что-то, что я не права, или еще что-то, я села, пришла к этому выводу за то время, что я прошла в Нермании. Я его с пальца не высосала, это мнение. Ну так, вкусно? Да, спасибо тебе. А что ты вилкой не ешь? А зачем? Ну так, как турок ешь руками. Я турок. У меня подписчики прямо в моем эфире. И турок, и молдаван, и что он не хочет. С мусульман, конечно. И мусульман тоже. Не, нет. Это все обезьянные. Это все обезьянные нации. Вкусная картошка? Да, молодая. А что салат не ешь? Салат помпесный. Мим, он перчайный, густый. Не, хороший, потом. Он жирный. Мы жирный помпша с майонезом. Купили пиво, сегодня вкусное пиво. Стасик не пьет, это хорошо. Стасик не пьет, и не курит, и не здоровенький пообьет. И не это. И это кистишок. Ну я только курю, но я не пью сейчас. Ну расскажи, что-то хорошее, какие-то советы, кому оно надо? Хошу хорошее рассказать. Я сегодня пообщалась с народом, была в шоке. Не на ютубе, а в жизни. В обычной жизни. Сейчас в основном в Германию люди едут, чтобы на социале посетить всю жизнь. Ну в основном кто любит выпить, кто любит другое что-то принимать. Вот так уже на работу никто и не едет в Германию. Пенсионерка. Работала, работала. 30 лет. 30 лет. И сейчас бутылка собираю. Ну да. От пива. И пошла, сдала эти бутылки. И на 2 евро и эти бутылки. И купила себе воду. Вот так пенсионеры живут. 6 в Германии очень тяжело. И работала 30 лет в Берлине. Я когда ЧОП-центр нас описывала, когда мне первый раз пошла, мне они предлагали работу, чтобы тут остаться навсегда. Я им сразу сказала, я тут оставаться не планирую на всю жизнь. Война закончится, я уеду домой. Не меня и не трогает. У меня в Украине стаж. Я всегда работала. Причем сортплата у меня хорошая была. Надеюсь, выйду на пенсию. Буду хорошую пенсию получать. Если, конечно, все хорошо будет. А видите, полтора года, что тут прошили вырванные годы. Ну да. Потерянные вырванные. Потерянные годы. Уже мясо такое сытное. Вкусное. Мощное такое. Бери яичко, помидорчик. Ой, погода меняется. Думаю, дождь будет. Прогноз смотрели, вроде вечером дождь. Ну, посмотрим. Всем рекомендую, вот так яйца готовить. Очень вкусно получается. Чуть-чуть заходи. Чтоб на ютубе было слышно. Стань на меня слышно. Ну, в руке, чтобы на ютубе было слышно. Стасик, говоришь, я тихо обойду. Вкусно? Обалденно. Собачки не ма, чтоб косточка. Кстати, в Германии собак не кормят костями. Ни раз крашают костя. Да, тут запрещено. Угу. Не знаю, все же и собакам давали косточки. И еду нормальную, что люди ели. Сейчас что-то все перевернулось. Помидоры вкуснятина. Кстати, не тешевеют. Помидоры дорого у нас. Дорого? По 3 евро пилот. Ого. Вообще, овощи в этом году очень дорогие. Молочка там чуть-чуть потешелела. А овощи дорогие. Это же не завтра. Кстати, что хочу сказать. Тут на 5 тысяч евро это нереально устроится на работу. Даже с образованием. Ну, в среднем-то 3 тысяч. Ну да. А пенсия будет копеечка. Это тоже на ютубе рассказывает. Типа, хорошо, это все. Бля. Надо пошеть тут, пообщаться с местными людьми. И тогда человек будет знать. Стоит тут оставаться или не стоит. У меня тоже знакомые с Украины. Беженцами приехали сюда. Ну, как знакомые, так общались. Дальние подруги. Ну, не подруги, а знакомые. Хорошие знакомые. Приехали тоже в начале войны. Язык выучили с горем пополам. В Украине имели хорошее образование. Ну, и работу хорошую. Образование у них. Сейчас тут пошли работать. Короче, с уплатами всех налогом. А ренты. Страховок всех. У них на руках остается на одного человека 280 евро. Нет. И как... Не, мне реально рассказывали. 280 евро у людей остается. Ну, ты обеспечаешь. Квартиры тут очень дорогие. Это что, все яйца будешь выедать? Угу. Мукбанк. Мой любимый ролик. Тасик всегда питает, когда будет мукбанк, чтобы Тасик мог подкрепиться. Мясо съелое и сытое. Да. Ты что хочешь кокошечку снять? Не, все, все. Спасибо. Ты только яички так кушаешь. Да. Ну, как без хлеба можно яичко кушать? Салатик пери. Хорошая тарелочка. Ну, да под носик. Ну, под носик. Хороший. Такой металлический. Видите в попередних роликах, где мы такую тарелочку. Вся, Али. Вот и все. Я даю. Вот и все. Вчера нам посылку с Украины прислали. Мы такие довольные. Спасибо моим знакомым. Да. Не дают нам голода. Да. Если бы не Украина, то давно без голода уже конят. Да, Стой? Особенно тут гречка дефицит в Берлине и всей Германии, я так думаю. И дорогая очень. И дорогая. А так мои знакомые присылают. Спасибо вам, мои родные. Самые лучшие. Ну, да. Хорошие друзья. Вот сейчас собачке дать косточку. Сейчас напишут в комментариях, как можно собакам давать косточки. В Украине, на Украине, я был в селе, я давал собакам пульски. И собаки намного старовее. Муха, привет, муха. Собачка моя. Красивая. У нас же родила там щенят. Кстати. Муха. Ну, кстати, у нас собаки старовее. Чем тут, тут смотришь, ведут такое несчастное. Молочко, хорошее в селе было, хорошее. Подоил свежее молочко. Сметанка, творожок. А тут в Берлине надо это шукать. Покупай. Покупай. А тут что, разы домашние. Ну, все-то продают вроде. Ну, вот тоже. Ну, вкусненько. Уже и наелась все. Пока приготовила, так нашарилась, так нашарилась. Ммм, кошмар. Не столько есть, сколько готовит. Ммм. Ну, скажи, что-то цикаго. Стас, ну не берите его, тебе его нельзя. Польше тебе наел. Ну, давай с ним. А что интересного рассказать? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Наелась от пуса, так говорится. Что ты окравляешься? Что я окравляю? Я зуб чищу языком. Ой, уже нельзя. Кто с нами пообедал, всем приятного аппетита и кто обедает. Всем хороших выходных. А мы будем дальше умирать от шары. Лифты уже работают. Так что в комментариях уже можете... Печатком, может, на стрим выйти. Не писать, но лифты уже работают. Так что всем пока-пока. Не прощаемся, до новых встреч. Пока.